Всем привет! Темой сегодняшнего видеоролика будет утепление деревянного дома, который находится сзади меня. Общая площадь его 120 квадратных метров. Утеплять его будем минеральной ватой толщиной 100 миллиметров по деревянному каркасу. Здесь, как вы видите, мы уже сделали частичную обрешетку. Это сухой строганый брусок 50 на 50, который мы устанавливаем вертикально. Это у нас первый ряд. Вот на этой стене, вот на этой стене. Мы практически на всех объектах используем сухой строганный брусок. Здесь идет у нас определенный шаг этого бруска. Определенный шаг, почему? Потому что у нас есть утеплитель. Здесь вот у нас утеплитель минеральная вата Уссатера. Она имеет, соответственно, определенные размеры. На упаковке у нас есть табличка, в которой эти размеры указаны. В табличке написано, что толщина утеплителя 50 миллиметров, ширина плиты 610, длина плиты 1250. Если мы знаем эти размеры, соответственно, мы от этого и должны делать каркас. Если у нас ширина плиты 610 миллиметров, то здесь от внутренней части до внутренней части у нас должно быть 600 миллиметров. Чтобы у нас с одним сантиметром, ну или с 10 миллиметров, утеплитель заходил в натяжку. Чтобы у нас плотно вставал вот в это пространство, чтобы у нас между утеплителем и бруском не было никаких зазоров. И чтобы у нас утеплитель не сползал. То есть делайте всегда, если вы используете такой утеплитель, как минеральная вата, расстояние от бруска до бруска на 1 сантиметр меньше, чем идет ширина плиты. Сирина плиты обычно это 610-600 миллиметров. Вот посмотрите, обратите внимание, какой объем упаковки. Сейчас мы ее порежем, и вы увидите, какое количество реально этого утеплителя спрятано в упаковке. Чем мне нравится минеральная вата, это в первую очередь из упаковки, из-за того, что это термоупаковка. Во-первых, она герметична с четырех сторон. Если ее вести на открытой машине, то, соответственно, вода туда не попадет. Второй момент, это то, что если посмотреть на открытую упаковку и на закрытую, то мы видим, что раскрытый утеплитель где-то в полтора раза больше по объему, чем в закрытом состоянии. Соответственно, в одну и ту же машину этого утеплителя можно в полтора раза больше запихнуть и перевести. Соответственно, транспортировка этого утеплителя намного выгоднее. Поэтому, с моей точки зрения, минеральная вата на данный момент для фасадов, это один из самых идеальных утеплителей. Обратите внимание на какие саморезы мы закручиваем на брюшетку. Это конструкционные саморезы. Приходят они к нам вот в такой вот упаковке. В одной коробке 100 штук саморезы ротоблаз. Толщина у нас 5 мм, длина 100 мм. Бита Торкс Т25. В каждой коробке идет вот такая вот маленькая бита, длиной примерно 25 мм. Очень удобно эти саморезы использовать. Намного лучше они закручиваются в обрешетку. И, наверное, на следующие объекты мы будем использовать в основном только вот такой вот крепеж. Сейчас мы вам покажем, как круто и быстро закручиваются эти саморезы. Очень быстро их закручивают. Реально крутой крепеж. Всем рекомендую переходить на профессиональный крепеж. В один трехметровый брусок мы будем закручивать 5 саморезов. Дальше мы переходим к укладке непосредственно утеплителя. Берем плиту и, соответственно, вставляем ее в каркас. Такими несложными движениями мы устанавливаем плиту в каркас. Обратите внимание с этой стороны, как утеплитель стоит в каркасе. Видно, что все края у нас тут очень ровные. Утеплитель ровно подходит к деревянному каркасу. Здесь, здесь, здесь нет никаких зазоров. Если эту плиту потянуть вверх, то и просто невозможно поднять, потому что он очень, очень круто держится. Это говорит о том, что утеплитель у нас никуда не сползет. Никаких рандолей, никаких шайб сюда устанавливать не нужно. Снизу мы еще, вот здесь вот, сделаем поддерживающую такую обрешетку. На всякий случай, чтобы, мало ли, там какие-нибудь грызуны сюда в этот утеплитель, чтобы у нас не залезли. Вот здесь у нас будет обязательно идти либо доска, либо фанера. Чтобы вот эта часть была у нас торцовая, закрытая. И, соответственно, так вот у нас идет первый ряд утепления. Дальше, соответственно, мы упираемся в такое вот место, где у нас уже размерность совпадает. Мы замеряем сверху, замеряем снизу. У нас здесь сколько? 32. 32 сантиметра, соответственно, мы должны отрезать кусок утеплителя 33 сантиметра, чтобы у нас стало так же хорошо, как и в остальных пролетах. Резать утеплитель просто. Соответственно, отмеряем рулеткой 33 сантиметра с одной стороны. С другой стороны берем, прикладываем какую-то ровную часть. Вот в данном случае это у нас уровень обычный металлический. Режем, вот в данном случае мы обычным строительным ножом. Режется очень легко. Опять же, это очень удобно. Еще один плюс для того, чтобы использовать минеральную вату. Дальше мы вставляем наш утеплитель в каркас. Если посмотреть вот с этой стороны, с этой плоскостью, то мы видим, что у нас бруски отходят на какое-то расстояние от стены. Это видно, что чуть-чуть у нас стена завалена. Но важно, чтобы у нас утеплитель подходил вплотную к стене, чтобы у нас между стеной и утеплителем не было зазоров. Важно, чтобы утеплить вот этот брусок. Мы сейчас будем притягивать его саморезами. Сделать именно вот такую операцию. А потом уже, когда будем делать обрешетку под фасадной панели, уже эту обрешетку мы непосредственно будем выравнивать. Видите, как круто закручиваются эти саморезы? Очень быстро. Это реально упрощает бит монтажников. Плюс вот эта бита торкс, она, конечно, намного лучше, чем какой-нибудь там ПЗ или ПАЖ. Получается вот такой вот очень быстрый монтаж обрешетки. Дальше, после того, как мы закрутили наш каркас, мы начинаем укладывать так же утеплитель, как и по первому варианту. Такими же быстрыми движениями у нас получается укладка второго ряда утеплителя. Вот так вот выглядит стена после того, как мы утеплили первый ряд утеплителя. Сейчас приступаем к монтажу второго ряда. Уже вот накрутили немножко брусков, две штуки. И дальше сейчас будем устанавливать обрешетку и, соответственно, монтировать утеплитель. Ну и, соответственно, дальше мы начинаем распаковывать так же этот утеплитель. Вот обратите внимание на угол, да, мы специально проложили вот такой вот брусок, чтобы понимать, до сюда мы будем доводить утеплитель. Дальше сюда мы будем вставлять кусок, чтобы у нас был утепленный угол. Соответственно, потом, когда здесь будем делать горизонтальную обрешетку, мы ее будем доводить уже до края этого утеплителя. И таким образом у нас будет теплый угол в этом деревянном доме. И начинаем с этого края. Вот отметку мы сделали. Вот с этой отметки мы начинаем устанавливать утеплитель. Так же легко он устанавливается. Вот с этой отметки мы начинаем устанавливать утеплитель. Как легко с помощью такого утеплителя, с помощью минеральной ваты, утеплять стены дома. Никаких зазоров, никаких замятий. Очень удобно и быстро. Да я реально беру его голыми руками, пыли вообще практически нету. То есть, блин, даже голыми руками можно работать этим утеплителем. Ничего не летит в глаза, ничего не летит в нос. Посмотрите просто. Смотрите, как качественно он стоит. Вот так у нас это получается. Соответственно, наверху, скоро ребята отрежут утеплитель. Там будет кусок утепления 55 см. Ну, а в целом, вот такое утепление толщиной 100 мм на деревянный дом. Первый этаж у нас брус. Вот так вот это выглядит. Очень, в принципе, несложная процедура. Если ты понимаешь систему, то можно сделать вот так вот качественно утеплить дом. Так, давайте покажем вам, как мы будем утеплять угол. Вот так вот мы отрезали полоску утеплителя. Вставляем ее вот сюда, вот у нас, где вот, сейчас вам сверху покажу. Где у нас брусок, вот в это место. Получается, мы его заполняем. И дальше мы будем отрезать сейчас вот такой вот, вот такой вот ширины полоску для того, чтобы сделать вот эту часть. И потом, когда здесь уже пойдет горизонтальная обрешетка, еще и сюда будет заходить вот на эту часть утеплитель. У нас получится вот такой вот очень теплый узел угла. Сто процентов с этого угла уже дуть не будет. Теперь вот отрезали еще одну полоску и закрываем вот эту часть. Ну, соответственно, как я уже говорил, когда будет горизонтальная обрешетка, еще по горизонтальной обрешетке сюда еще будет заходить утеплитель. Вот так вот у нас выглядит утепление с теплым углом. Дальше после того, как мы смонтировали утепление 100 мм, мы монтируем нашу диффузионную мембрану. То есть это паропроницаемая пленка, ее можно непосредственно укладывать на утеплитель. Мы, соответственно, понимаем, что потом у нас она должна заходить сюда. Делаем сейчас небольшой запас. Закрываем утеплитель. Степлером ее прибиваем. Делаем сразу второй слой, чтобы по лесам туда-сюда не прыгать. Делаем нахлёст примерно 10-15 см. И также прибиваем ее степлер. Как я говорил ранее, пленку необходимо завести под низ бруска, чтобы у нас вот это место было максимально качественно сделано. И пробить это степлером. Степлером. Берем нашу... Жор, покажи, что это за... Вот такая вот лента Дельта Мультибанд. Одна из самых, наверное, лучших лент, с которыми мы работали. Вот этой лентой мы постоянно проклеиваем, когда утепляем кровлю. Вы ее, наверное, видели. Сейчас мы утепляем фасад и также используем данную ленту. Вот так это выглядит вблизи. Проклеенный стык у нас. Идем дальше. Берем ленту и начинаем. Берем ленту и начинаем. Ну что, Жор, качественная работа? Отличная. Отличная? Да. Ты, наверное, гордишься собой, да? Конечно. Медаль тебе надо за эту работу? Ну... Премиум, медаль. После объекта. После объекта? Бутылочку тебе поставить? Ха-ха-ха.